Здравствуйте, уважаемые слушатели-курсанты, клинические координаторы и магистры. Сегодняшняя тема лекции наша посвящена заболеваниям средостений. На образовании средостений структура всех онкологических заболеваний составляет 3,7%. Чаще всего на образовании средостений выявляется у лиц 20-40 лет. У наиболее активных в социальном плане частного населения. Около 80% выявленных на образовании средостений относятся к доброкачеству, а 20% – к излокачеству. В примере у третьих больных объемное образование средостений выявляется как случайно охотно. Под средостением следует понимать комплекс органов и нервно-сосудистых образований, заключенных между обеими средостенными плеврами, окруженных значительным количеством печати. Если этот орган удалит, то получит пространство ограниченное. Спереди – грудиной, частично реберными хрящами и позади – грудиной фасции. Сзади – передние поверхности грудного отдела позвоночника, шейка морьёба и предпозвоночной фасции. С боков лицками средостений – плевры. Снизу средостения ограничены диафрагмы. Сверху – условно-горизонтальные плоскости, проведенные через верхний край рукояты груди. Сапография средостений делится на три. Передние – средние и задние. В переднем располагается орган вилочковая железа, вена кавасов и её корня, аорта асценденс, её дуга и с ветвями, лёгочная вена, трахея и бронхия, нервис френикус, бронхиальная артерия и венелефатистские узлы. Среднем средостении – сердце спирикарно. Заднее средостение – пищевод, грудная аорта, грудной проток, лимфатистские узлы, венозность полы, вена кава-инфериор, азигус, эмоазигус вена, нерв спланхнити и со стенками пищевода, вена багус. Вот средостение. Расположение средостения, как выдаём на эффект сватом. Классификация обхолей и кислородостения, покрепчение. Кисти средостения, вторая обхол средостения, обхолы и кислородостения врождённые и пробетины бывают. Обхолы и кислородостения доброкачественные и излокачественные бывают. Кисти средостения врождённой кисти, это дерьмоидные кисти, могут быть доброкачественными и излокачественными. Частота до 7% встречается. Обход с четкой капсулой бывает однокамерный или многокамерный, но образование содержит салоподобную, ослезливую или крошковидную массу. Иногда содержимым обнаружатся волосы, дермоидная киста. Интерогенные кисты доброкачественные встречаются до 10%. Интерогенные кисты в зависимости от строения разделяются на пищеводные, желудочные, кишечные кисты. Кисти желудочного характера встречаются до 70%. Эти кисти имеют округлую овоидную форму, в основном кисти однокамерные. Они содержат беловатую слезь, напоминающую крахмальное желе. При наличии петель и желез желудочного характера киста имеют сукровочную или бурую жидкость, иногда инфицированную. Бронхогенные кисти – это доброкачественные кисти, встречаются до 12%. Стенка кисти тонкая, имеет неправильную овоидную или чаровидную форму, содержит беловато-желтую жидкость в виде желе или слизи. Силамические кисти, перикарда, доброкачественные бывают, до 14% встречаются. Кисти обычно округлой или овальная форма, связанная с перикардом. Оболочка тонкая, содержит жидкость, как ключевая вода. Врожденные тератодермоидные кисти средостями в некоторых случаях могут перерождаться в злокачественные. Приобретенные кисти средостями. Они встречаются очень редко приобретенные кисти. Они бывают травматического характера и паразитарные, хинококк. Обхолизм из химиальных теканей. Доброкачественные и злокачественные бывают. Демангиома, лимфангиома, фиброма, липомы, ангиосаркома, фибросаркома. До 12% встречаются. У детей липомы и фибромы встречаются очень редко. В основном у детей сосудистой опухоли располагаются в переднем верхнем средостении. Они имеют различную величину, нередко достигая больших размеров. Обычно представлены многокамерным и тонкостенным образованием. Содержимое обычно жидкое. Соломыно-желтого цвета в мимфангиомах и крови при мегамьемах. Тератомы, тератобластомы. Тушести процентов встречаются. Размеры опухоли вариабельны, но по сравнению с другими образованиями средостении тератомы чаще бывают более крупные. Консистенция ткани от патологоэластической, плотноэластической до тестоватой. Иногда определяются участки хрящевой и даже костной плотности. Довольно часто в тератомах половина наблюдается известковая. Лимфома, злокачественная, до 15% встречается. К этой группе опухоли относятся лимфобластома, лимфосаркома, ретикулосаркома, лимфогарломатоз. Опухоли бугристые, часто больших размеров, с инфитрирующим ростом. Четвертая стадия лимфобластома, локализованная, региональная по одной стороне диафрагма, генерализованная по обе стороны диафрагмы с поражением середженки и диссиминированная. Четыре стадии. Опухоль из величковой железы, доброкасная, злокасная, тимома, липотимома, кисты, эпителиальный тимома. До 10% встречается. Опухоли находятся обычно в капсуле овалной формы. Доброкасные опухоли, гладкие, злокачественные, бугристые, больших размеров, плотные на ощупь. Опухоли из переместившихся тканей, доброкасные, злокачественные бывают. Внутругрудная струма из зачатков щитовидной железы, внутругрудная адинома из зачатков около щитовидной железы и рак. Метастическое образование средостений, злокачественные, как груди, легкого, саркома, костей. Гранулема, средостения, саркаидоз, туберкулема. Опухоли неизвестные этиологии, это доброкасная, злокачественная, до 7% встречается. Клиника на ранных стадиях бессимптомная, случайная находка бывает. Симптомы сдавления, боли в грудной клетке, затрудненное дыхание, части респираторных заболеваний. Синдром Горнера, симпатический ствол. Триада Горнера. Осцеплась. Нервус ларингеус рекоренс. Синокардическая боли, нарушение ритма. Порезы, параличи, нарушение функции тазового хода. Симптомы связанные со структурой опухоли. Тимома. Симптомы местины. Птос. Диплопия. Слабость мышц. Дизальтрия. Гормональная активная опухоль. Симптом Кушинга. Артериальная гипертензия. Такие симптомы можно давать. Синдром верхней боли вена. Обструкция, компрессия, инвазия. Развитие коллатериального кровотока. Полвена азигос, хемоазигос. Веном передней грудной и брюшной стенки. Веном в области корридиального отдела желудка. Повышение давления до 200-500 мм водного столба веном. 80% злокальственного образования средостейн. 75-80% бронхогенная карцинома. Мелкоклеточный рак. 10-15% михоченская лимфома. В диагностях. Рентгенография. Компьютерно-томография. МРТ-ангиография. Спирография. ЭКГ. Фибробрахоскопия. Черезбрахиальная пункция. Трансторакальная аспирационная биопсия. И в виде торакоскопии. Торакоскопия. Променяется. Методом лечения это является хирургической, лучевой терапия, химиотерапия и комбинированное лечение. Абсолютным показанием обусловлено особенностями роста и распространения на образование. Отдаленные метастазы в других органах или шейные и надключительные ботезгузлы проявляются в виде плотного образования. В подобных случаях прискаленная биопсия позволяет избежать ненужной операции. Абсолютным претипоказанием является. Еще. Сдавление верхней половой вены, вызванное прорастание межзлокастного опухоли средостения, переходящее на пресердие, клиническое проявляет сепотешность лица, головы и шеи, наличие расширенных полатеральных подкожных вен на шее, синдром верхней половой вены. Абсолютным претипоказанием операции. Еще. Стойкая паралич голосовой связки при наличии злокастного опухоли проявляется клинической осыплостью голоса. Следует иметь в виду, что в редких случаях осыплость голоса может быть обусловлена статистическим параличем голосовой связки. Дистеминация злокастного опухоли по париэтальной пледы с возникновением геморрагического плевита. Противопоказание. Наличие метастаза злокастного опухоли в паратрахиальной лимфатистской узлахе, изменяющей конфигурацию трахея при нейронологическом исследовании, является противопоказанием кооперации. Морфология образования средостей, образование тимусового. Это своеобразный опухоль, которым неприменимо привычное понятие злокастности и доброкастности. Все они могут быть инвазивными или неинвазивными. Причем это важнейшая онкологическая характеристика. Определяется не морфологом, а хирургом во время операции. Инвазивные тимуы могут давать мимфогенные метастазирования. После удаления нередко рецидивируются. Вот образование тимула. Тимуса. Опухоли истекания смешанных средостений, образования шитовидных и парашитовидных желез. На образовании развиваются истекания смешанных средостений от носа и медицинальный зол. Так как в точном смысле этого понятия он таковой не является. Медицинальный зол чаще встречается у женщин. Как правило, заболевания лица в возрасте старше 40 лет. Медицинальный зол развивается из опустившегося зоба грудины шитовидной железы или происходит из добавочных шитовидных желез, смешанных средостений, в период эмброгенеза. Кисти средостения составляют до 20% всех образований средостений. По происхождению принято выделять истинные или первичные кисти средостения. Кисти, развивающиеся из органов лимфатических сосудов, паразитарные кисти, развивающиеся из пограничных областей. Менингиальные кисти из оболочек спинного мозга. Истинные первичные кисти средостений являются врожденными. Целамическая кисть перикарда представляется собой в пященной перикардиальной сумке, практически это отшнуровывающаяся дивертикул перикарда. Дивертикулы и кисти перикарда в большинстве случаев являются образованием дисэмбриональной природы, пороком развития. Целамической кисти, целамической кисти – это тонкостенное образование, неправильная округлая или овальная форма, содержащаяся прозрачной жидкость, бесцветной или лимонного цвета. Близко по составу к перикардиальной. Перикардиальная кисти обычно протекает без клиника и симптомов. Наибольшой части локализации кисти, выявляемой у 60% пациентов, является правый кардиодиафрагмальный угол. У 36% больных кисти отмечаются в левом кардиодиафрагмальном углу. Реже кисти обнаруживаются в других отделах средостей. Соединенные тканые опухоли – это злокачественная саркома, бурный рост, быстро метастазированный. Доброкачественная – это фиброма, склонная к местному рецидивированию, липома. В соответствии с локализацией липома различают щейно-медиастинальные, медиастинальные, абдомино-медиастинальные. Так, показаниям хирургического повышения, основываясь на вышеизложенных обстоятельствах, показаниями являются все локальные и местно распространенные образования средостей за исключением медиастинальных лимфом. Все образования являются показаниями кооперации. Все образования средостей, гистологический диагноз, который не удалось уточнить морфологическим методом диагностики, злокачественного пола и средостей с отдаленными метастазами, осложненно синдром медиастинальной компрессии, является показанием кооперации. О противопоказаниях хирургическом лечении, поскольку любое объемное образование средостей, сопряженном с риском опасных для жизненных осложнения, уместно говорить не только, не столько о противопоказаниях хирургическом лечении, сколько о принципах выбора степени хирургической агрессии. Современная хирургическая техника делает возможным вмешательство практически любого объема резекции и реконструкции почти всех анатомистских структур. Типы оперативных вмешательств. Открытые операции. До настоящего времени наиболее распространенным способом хирургического лечения пухолей и кисть средостей остается их удаление путем большой полосной операции, которые обеспечивают хирургу наибольшую свободу действия, наиболее полноценную интраоперационную ревизию с использованием осмотра, пальпации и припоровкой ткани. Открытым способом может быть удалено любое неинвазивное образование средостей, а при подозрении на инвазию этот подход является методом выбора. Эндо-видеохирургическое вмешательство применяется в настоящее время. В отношении доброкачественного пули и кисть у традиционной полосной хирургии в последние годы появился серьезный конкурент – видеотракоскопическая хирургия. Все чаще применяется не только для диагностики, но и для удаления некоторых образований средостей. Наиболее весомым достоинством методом представляется минимальное нарушение биомеханики дыхания, особенно важное для пациентов с ограниченным резервом дыхания. Вот за это он применяется эндо-видеохирургическое. Довинчи. Малое оперативное вмешательство. При наличии доброкачественного образования средостей на фоне противопоказания к общерным хирургическим вмешательствам удачным выходом из положения могут быть малые операции. Это трансторакальная пункция кисты с дренированием ее содержимого и последующим введением склазирующего препарата. Трансторакальная утрозвуковая аспирация солидных образований. Медиастенита. Это асептический или микробный воспалительный процесс, причатка средостения с острым либо хроническим течением. Первичное или вторичное бывает. Сирозное, гнорное, гнилостное бывает. Переднее, заднее, тотальное. Острое и хроническое. Причинами являются перфорации пищевода, трахеи, распространение инфекции со сторонней шеи или ретроперитониального пространства, может быть. Непосредственно инфицированное средостение, переход воспалительного процесса с легких и плевыми, может быть. Классификация по этиологии, первичная или травматическая, при ранениях средостений без повреждений органов, при ранениях средостений с повреждением его органов, при ранениях средостений в сочетании с ранениями легких и плевыми, послеоперационное, при повреждении пищевода, инструментальных или народными телами. Это первичное. Вторичное. Контактное. Метастратическое с выясненным источником инфекции, метастатическое невыясненным источником инфекции. По распространенности острые гнойные и негнойные лимфодиниты средостения с вовлечением воспалительного процесса окружающей клетчатки, множественные и единичные абсцессы средостения, флегмоны средостения склонны к ограничению и прогрессированию. По характеру эксудата и виду возбудителя сферозная, гнойная, гнилостная, анаэробная, гангренозная и туберкулезного характера мышка. По лекализации передней, переднем сердостении передняя, верхняя с расположением выше третьего межреберия, нижняя к низу от третьего межреберия. Всего переднего отдела средостения, задняя средостения, задняя медостинит, верхняя с расположением выше пятого грудного позвонка, нижняя с расположением ниже пятого грудного позвонка, всего заднего отдела средостения и тотальная бывает. По клиническому течению острые медостиниты и хронические медостиниты. Хронические это первично-хронические, вторично-хронические. Клиника переднего веносинита. Паусирующая боль из-за грудиной. Усиление при поколачивании. Симптом Герке. Усиление боли при откидывании головы назад. Пастозность тканей в области яремной вырезки. Крепитация. Симптом Равича-Шарбо. Втягивание яремной ямки при вдохе. Синдром верхней полой вены. Такие клиника может быть. Передний медиастинит. Задний медиастинит. Пульсирующая боль в груди и среда межлопаточная область. Усиление боли при надавливании на остистых отрасках проглотания и вдохе. Симптом Рейдингера. Пастозность в области грудных позвонков. Припухлость над ключицей. Выпад плевры и перекартия. Диагностика. Клинический анализ крови лекарствоз. Увлечение сои. Биохимический анализ гипопритинемия. Снижение протрамбина фибриногена. Микрогематурия. Целиндрурия. Лекарствия. Мульфанная замочена. Рентген. Компьютерная томография. Расширение тени средостей. Судорами в жидкости. Наличие пузырков воздуха в средостей. Пункция оценки эксцудата. Посев с определением чувствительности микрофлора. Диагностическая тракоскопия. Формула строма медицинита. Бывает инфильтративная. Бывает ограниченная и диффузная. В стадии гнойной деструкции это абсцессы и флегмона. Диффузная инфильтративная клетчатка средостей. На компьютерной томографии. Ограниченная фильтрация. Инфильтрат клетчатка средостей. Как видите, инфильтратия ограничена. Флегмонное средостей. Лечение. Это надгрудинная шейная медицинотомия по Разумовскому. Шейная боковая медицинотомия. Внеплевральная задняя медицинотомия по Насилову. Нижная трансабдоминальная медицинотомия по Савинах. Чересплевральная таракотомия по Добромыслову. Видео-таракоскопия и медиастиноскопия. Вот надгрудинная шейная медицинотомия по Разумовскому показывает. Передняя стенка, передняя медицинская медицинская скрыта и дренирована. Шейно-боковая медицинотомия. Дренирована полостью. Ставлен дренаж. Внеплевральная задняя медицинотомия. Доступы по Насилову. При задней медицините. Нижная трансабдоминальная медицинская терапия по Савинаху. Обезболивание наркотической и ненаркотической аналогетики после операции делается. Инфузионная терапия, возмещение жидкости, белков, электролитов. Налаживание энтериального питания, зонт гастростома или юностонуста. Дезиндексационная плазмафорез, плазмосорбция, гемофильтрация, антибиотикотерапия с начала эмпирической, после получения результата, после эссиологической. Промывание антисептическим по дренажам. После вскрытия. Благодарю за внимание.